Рабочая поездка лидера профсоюзного движения страны начинается не с общения в кабинетах, а непосредственно на производстве, где сегодня, к слову, активно проходят ремонты помещений. За последние несколько месяцев коллектив завода смог реализовать сразу несколько задач. Одна из приоритетных – расширить ассортиментную линейку, чтобы быть более востребованными на уже закрепившихся рынках. В России, Вьетнаме, Казахстане. Ремонты идут глобальные, люди эти изменения видят. Предприятие обеспечено заказами, благодаря в том числе поддержке профсоюзных организаций. Осуществляется работа госорганов по внесению изменений в ассортиментные перечни. Нас услышали торговые сети. Наша продукция появляется на полках магазинов торговых сетей. Предприятие уходит в традиционные лампы накаливания леча, переходит на стадиодные источники света. В первую очередь это филаментная лампа и модульная лампа. В нашей стране Брестское предприятие – единственный лицензированный производитель ламп. Однако в непростое время, кроме существующих здесь проблем, долгов, добавились и трудности с поставками, что не могло не сказаться на зарплате работников. Подобная ситуация не только на электроламповом заводе. Оказать материальную поддержку людям решила Федерация профсоюзов Беларуси, организовав по всей стране кассы взаимопомощи. В первую очередь ее получат те, кто находится в сложной финансовой ситуации. Все профессиональные союзы, все членские организации Федерации профсоюзов Беларуси создали кассы взаимопомощи. В чем суть этих касс? В том, что когда на предприятии сложное экономическое положение, и у правкома предприятия практически нет денежных средств для того, чтобы помочь и поддержать людей, у которых создалось экономическое и тяжелое материальное положение, сегодня этим профсоюзным организациям из этих кассы взаимопомощи перечисляются деньги для того, чтобы у них были финансовые ресурсы, и они могли своевременно помочь тем, кто нуждается в этой помощи. Только за последние две недели из кассы на помощь организациям в разных регионах страны было выделено более 2 миллионов рублей. Еще порядка полутора миллионов израсходованы на приобретение дезинфицирующих препаратов, средств индивидуальной защиты. Ведь, несмотря на существующее положение дел с COVID-19, люди продолжают работать. Некоторые в сложившихся условиях осваивают смежные профессии. Сегодня важно поддержать это предприятие, для того, чтобы это предприятие вышло на устойчивую экономическую свою работу, и чтобы люди могли зарабатывать достойную заработную плату, чтобы не было простоев, не было задержек заработной платы. Мы подключились к решению проблем этого завода. Наши предложения были поддержаны президентом нашей страны. Сегодня пересматриваются таможни и штрафные санкции, которые были наложены на предприятие. Рефинансированы практически все кредиторские задолженности. И это дало возможность предприятию, что говорится, задышать, чтобы начать свою работу, начать сегодня восстанавливать свой экономический ресурс, свои возможности. Но сегодня самое важное, что заработные оплаты уплачиваются вовремя, идет рост заработной платы. Но надо еще сделать очень много для того, чтобы предприятие действительно вышло на свои экономически устойчивые позиции, и чтобы работало устойчиво и не было простоев. Ситуация на Брестском электроламповом заводе будет находиться под пристальным вниманием еще долго. Выйти на устойчивые показатели в сложившихся условиях непросто. Да, первый шаг уже сделан, а что будет дальше, покажет время. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.